Здравствуйте, микрофон, Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. За прошедшую неделю прошло несколько событий, которые, в общем, очень четко проявили ту конфигурацию политическую, которая складывается во всем мире. Она, к слову сказать, и в России абсолютно вот такая же, и я про это много говорил, в том числе у нас на радиостанции, но проблема состояла в том, что поскольку это было, если так можно выразиться, экспертное заключение, то довольно много людей не видели, не понимали или не чувствовали этого момента. Но вот, еще раз говорю, за последнюю неделю буквально 3-4-5 событий произошло, которые эту картинку очень четко проясняют. И мне хотелось об этом подробнее рассказать, потому что мне это представляется принципиально важным. В нашей ситуации и во второй части программы я поговорю о том, какие это влечет впоследствии для нашей страны. Итак, для начала. Произошло несколько выступлений крупных административных чиновников американских, уже, правда, бывших, а именно выступил перед большой группой финансистов на вечере, то есть в свободном режиме, бывший помощник президента США по национальной безопасности Болтон, известный, ястреб и русофоб, и, соответственно, выступила со своими показаниями бывший посол, послица Соединенных Штатов Америки в Киеве Иванович. И Болтон и Иванович очень интересно отвечали на предложение о том, что из себя представляет Трамп, что из себя представляет его политика. Болтон несколько раз сказал, что его политика Трампа категорически не устраивает. Ну, он уже вышел в отставку, и хотя не совсем корректно, прошло не так много времени ругать своего непосредственного начальника, но, тем не менее, всяко бывает. Что касается Ивановича, то она, когда на нее наезжали с точки зрения попыток ругать Трампа, то она уклонялась, она постоянно произносила «я не понимаю смысла вопроса». Я не буду повторять ни выступление Болтона, ни выступление Ивановича. Его можно прочитать, например, у меня на сайте «Аврора». Я там даже дал свои комментарии, но я сейчас попытаюсь объяснить модель их поведения. В Соединенных Штатах Америки после 1974 года, впрочем, много лет прошло, почти полвека, после отставки Ричарда Никсона с поста президента Соединенных Штатов Америки, после знаменитого Тургейского скандала, фактически власть захватила транснациональная финансовая группировка. Те самые банкиры, которые в 1913 году взяли под контроль кредитно-денежную и эмиссионную политику по доллару Соединенных Штатов Америки, которые в 1944 году взяли под контроль всю западную часть мира, а с 1991 года практически весь мир, даже Китай, находится в рамках этой модели. Так вот, в результате, с 1974 года, когда они начали полностью контролировать аппарат Соединенных Штатов Америки, то есть систему исполнительной власти, они учили чиновников и, собственно, всех, кто занимает какие-то должности в Соединенных Штатах Америки, в логике, что хорошо для Уолл-стрита, то есть для банкиров, то хорошо для Соединенных Штатов Америки. Напомню, была логика, что хорошо для Дженерал Моторс, то хорошо для Америки, что хорошо для военно-промышленного комплекса, то хорошо для Америки. А с 1974 года была логика, что хорошо для банков, то хорошо для Америки. И эта логика, в общем, какое-то время работала, поскольку банки зарабатывали, если можно назвать легализацию эмиссионной прибыли зарабатыванием, именно в долларах. И по этой причине они были максимально заинтересованы в том, чтобы долларовая экономика, то есть американская, была максимально сильна. Проблема состояла в том, что держать приходилось все большую и большую часть мировой экономики за счет ресурса эмиссионного, обращая внимание, ФРС США, то есть все-таки именно Соединенных Штатов Америки. Привело это к разным результатам. Я напомню, что в 1944 году доля американской экономики относительно мировой по производству составляла больше 50% и по потреблению больше 50%. А сегодня по потреблению упало, то есть больше чем с половиной, примерно до трети, где-то 33-35%, а по производству упало ниже 20%, где-то 18%. То есть, иными словами, Соединенные Штаты Америки потребляют существенно больше, чем производят. И это их плюс от контроля над Бреттон-Вудской долларовой моделью. Но, с другой стороны, они должны поддерживать всю инфраструктуру эту за счет своих всего-то 18%. Соединенные Штаты Америки надорвались. И в результате подняли голову национальные элиты Соединенных Штатов Америки, которые провели своего человека, Трампа, в президенты. И возник очень интересный конфликт. Вот представьте себе, люди, которых вырастили в логике, что то, что хорошо для банков, то хорошо для США, неожиданно столкнулись с руководителем, который объясняет, что интересы США в другом. Интересы США в том, чтобы восстанавливать реальный сектор, а имитировать деньги в пользу банков – это предательство. У них возникает когнитивный диссонанс. Я видел этот когнитивный диссонанс в нашей стране в 90-е годы, когда весь старый еще советский аппарат говорил, как же так, воровать нехорошо. Приватизация – это плохо, потому что это воровство. А им в ответ новые люди отвечали – нет, поскольку каждое украденное и разоренное предприятие – это гвоздь в гроб коммунизма. А в результате, в конце концов, за 10 лет весь советский аппарат был практически полностью ликвидирован. В результате качество резко упало. И сегодня мы видим абсолютно аналогичную ситуацию у нас. Когда все правительство, весь Центробанк, и все крупные чиновники в один голос говорят одно и то же. Что хорошо для мирового либерализма, то хорошо для России. А 90% населения говорит – нет, это противоречит интересам России. С этим нужно побороться. Вот абсолютно аналогичная ситуация в Соединенных Штатах. Болтон и Иванович стали жертвами этого обстоятельства. Иванович вообще карьерный дипломат. То есть человек, который встроен в невероятно жесткую вертикаль. Может быть, даже более жесткую, чем армейскую. Потому что офицер, ну так, грубо говоря, за пределами казармы, особенно если он не в форме, может себя вести почти как обычный человек. А дипломат, ему каждая лыка в строку, он даже во сне не имеет права критиковать начальство. Даже если ему кошмары поснятся. И по этой причине Иванович, как только ее начинают, ее либеральные руководители, то есть те силы, которые стоят за демократической партией, а Иванович выступала, давала показания в рамках процедуры импичмента, пытались сказать что-то против Трампа, у нее начиналась истерика, внутренняя истерика. Потому что она точно знает, что по верховному главнокомандующему говорить плохо нельзя. Ее так, грубо говоря, она это впитала с молоком матери. Но с другой стороны, люди, которые ее допрашивали, это же свои родные. Что хорошо для банкиров, то хорошо для Соединенных Штатов Америки. И в результате она все время произносит замечательную фразу. Я не понимаю смысла вопроса. Ну, грубо говоря, если это хорошо для банкиров, то хорошо для Америки. То, что хорошо для Америки, не может быть направлено против верховного главнокоманды. Разумеется, я думаю, что ее рано или поздно ей объяснят, что верховный главнокомандующий – это враг страны, враг Америки. Как у нас очень любят отдельные русофобы объяснять. Мы выиграли Великую Отечественную войну вопреки Сталину. То есть верховный главнокомандующий отчаянно сопротивлялся, чтобы мы выиграли. Но народ, несмотря на это, опровергнул верховного главнокомандующего, тем не менее выиграл. Это такой тяжелый бред. И, собственно говоря, Иванович именно в рамках этого бреда и пытается выкопиться. Она в ее голове не укладывается. Как же так? Она всю жизнь действовала по приказам верховного главнокомандующего, руководителя дипломатии в данном случае. И, ну как бы, бессмысленно вообще. Внешняя политика не может существовать вне фигуры руководителя этой внешней политики. Может быть направленность. Да, вот мы вот с этими дружим больше, а с этими меньше. Но общие интересы страны, они должны быть всегда. И, собственно, руководитель, президент именно вот за это и отвечает. А сегодня она столкнулась с тем, что та базовая логика, в которой она выросла с детства, противоречит той логике, которую ей вменяет президент. С Болтоном абсолютно аналогичность ситуации. Но Болтон занимал более высокие должности. Болтон непосредственно работал с президентом. Болтон был представителем Соединенных Штатов Америки в ООН. И по этой причине он, я думаю, отдает себе отчет в том, что происходит. То есть он, критикуя Трампа, он прямо говорит, что в идеологии Трампа ему не нравится. Что не нравится, тоже понятно. Болтон вырос в логике примата. О контроле банковской системы над миром. Вот Бреттон-Вудская долларовая система предполагает, что правила для мира пишут банкиры. Через свои институты. МВФ, Мировой банк, ВТО, ФРС и все вот эти транснациональные банки, которых, кстати, не так много. Они очень большие, но их не так много. По миру буквально пара-тройка десятков. И вот эти вот структуры и пишут правила. Дальше неожиданно появляется Трамп, который говорит, что Соединенные Штаты Америки не должны больше контролировать мир. У Трампа при этом логика железная. Он говорит, ну, в случае для своих, мощи Соединенных Штатов Америки уже не хватает на то, чтобы контролировать мир. Банкиры живут за счет того, что Соединенные Штаты Америки печатают доллары. Да, формально ФРС это не американская структура. Формально это независимая структура, которая контролируется как раз банкирами. Но поскольку она действует в рамках национального американского законодательства, то она должна исходить из приоритетов, интересов Соединенных Штатов Америки. Это базовое противоречие. Оно было заложено в эту систему еще в 44-м году. Напоминаю, и МВФ, и Мировой банк, и ВТО – это наднациональные, международные институты. А ФРС оставили национальным институтом. Я напоминаю, что 8 лет назад, в 2011 году, была попытка вытащить эмиссию мировой валюты из-под юрисдикции Соединенных Штатов Америки. Это закончилось тем, что власти Соединенных Штатов Америки национальные организовали дело с Троскана. Почему? Потому что предполагалось, что этот самый Центробанк, Центробанков, который будет эмитировать мировую валюту, он будет на базе МВФ. Собственно, СТроскан, который тогда был руководителем МВФ, попал как курвощик. Он, может, и не хотел, но так вот вышло. И в данном случае он-то как раз как фигуру никакой роли не играет. Соединенные Штаты Америки просто в 2011 году жестко сказали, что они не дадут, не дадут отобрать у них эмиссию мировой валюты. Отметим, кстати, что история с Тросканом довольно подробно изложена в моей новой книжке «Воспоминания о будущем», которую мы с 8 по 14 декабря будем обсуждать на большом семинаре на Тенрифе. То есть желающие могут зайти на сайт Хазин.ру, и там написано на первой странице, как туда можно поехать. Я не буду сейчас повторять эту историю, опять-таки желающие могут в книжке прочитать. Более того, мы сейчас с Сергеем Щегловым пишем второе издание «Лестницы в небо», в которой очень много конкретных кейсов, связанных с построением власти и элиты. И там дело с Троскана будет отдельно изложено. Там получился очень большой текст, страниц 20. Все его извилины, как все происходило, с кем это было связано. Какие группы в этом участвовали и так далее и тому подобное. Очень интересно. Но, возвращаясь. Сегодня в Соединенных Штатах Америки идет схватка национальной элиты американской с наднациональной финансовой элитой банкирской, которая потерпела первое поражение в 2011 году после дела с Троскана. И дальше она все время проигрывала. В том числе избрание Трампа. Это ее поражение. Вопрос. А почему? Почему так получилось, что Трамп смог выиграть? Начнись сказать, те люди, которые у него за спиной стоят. А очень просто. Я уже про это говорил. Потому что совокупной экономической мощи реальной Соединенных Штатов Америки уже недостаточно, чтобы тащить вот эту вот инфраструктуру мировых финансов. Она слишком дорого стоит. Банкиры стали слишком жадными. Они, напоминаю, получали до того, как эта система возникла, 5% от прибыли, которые образуются в экономике. А сейчас у них около 50%. То есть фактически речь идет о том, что у них надо отобрать вот эти вот 45% прибыли, которые образуются в мировой экономике, которые они монополизировали. А, разумеется, они будут сопротивляться отчаянно. То есть причина-то понятна. Но спорить с Трампом по существу они не могут. Потому что у Трампа есть железобетонный довод. Теперь еще один политик, который в абсолютно аналогичной логике оказался, это премьер-министр Великобритании Джонсон. Который очень активно пытается хоть тушкой, хоть чучелкой вытащить Великобританию из состава Евросоюза. Отметим, что в Евросоюзе как раз руководят либеральные банковские элиты. И в этом смысле активность Джонсона – это активность той части британской элиты, которая не хочет, чтобы страной управляли банкиры. То есть фактически они пытаются взять реванш за свое поражение в 1936 году, когда удалось убрать консервативного короля Эдуарда VIII, и к власти пришли либеральные элиты, фронтменом которых был Черчилль. Отметим, что реально, конечно, там руководил не Черчилль, а совершенно другие люди. Черчилль – великий человек, он в результате ликвидировал Британскую империю. Так что в историю Великобритании лет через сто он войдет как самая мрачная фигура, скорее всего. Напоминаю, что он один из самых кровавых мировых руководителей за всю историю мира. То есть у него только умерших с голоду индусов, я думаю, миллионов пять, если не восемь, не считая всего другого, а также замечательной истории в Южной Африке, где он, правда, в начале века, где он, правда, был не главный, в конце 19 века, где он, правда, был не главный, но свою роль сыграл тоже. Ну и так далее, и тому подобное. Так вот, Джонсон отказывается публиковать очередное антироссийское досье, подготовленное спецслужбами. Можно по этому поводу иронизировать, можно спорить, что там, на самом деле, имеются вещи, которые показывать нельзя, потому что немедленно станет понятно, что Скрипалей и Литвиненко отравили команду Березовскую и британские спецслужбы. Но дело не в этом, а дело в том, что мы же говорим о геополитике. Значит, если Джонсон работает на антилиберальные элитные группировки, то есть он в этом смысле близок к Трампу, то он совершенно не заинтересован в том, чтобы с Трампом ссориться по пустякам, а Трампу Россия нужна. Почему? Потому что ей предназначена чрезвычайно важная роль контроля значительной части мира в условиях, когда Соединенные Штаты Америки вынуждены по объективным причинам уходить. И по этой причине нравится Джонсону Россия, не нравится Россия, считает ли он, что Скрипалей отравили мифические агенты БРУ, или он понимает и знает, что это сделали британские спецслужбы, или же американские спецслужбы при выпустительстве британских, это неважно. Но он прекрасно понимает, что есть вещи, которые делать нельзя, нельзя, потому что это очень сильно ослабит его элитную группировку, которая тоже носит национальный характер. А если она носит национальный характер, то в этом случае она должна исходить из логики. И именно этой логикой он и руководствуется. И это очень четко проявляется в последнее время. И таким образом мы видим, что весь мир представляет из себя сферу борьбы национальных элит и одной наднациональной банковской элиты, которая и пытается удержать власть. Перерыв на новости. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хайзин. Продолжаем нашу сегодняшнюю передачу. Как я и говорил, вторая часть будет посвящена России. Что происходило в России? В России происходило примерно то же самое, что в Соединенных Штатах Америки, то же, что и в Великобритании, то же, что в Западной Европе, то же, что в Восточной Европе. В России в 1991 году к власти пришли либеральные элиты. Приходили они очень долго. На протяжении примерно 10 лет государственный аппарат окончательно был вычищен где-то в начале 2000-х в Министерстве экономики, который, я хорошо знаю, этим занимался Греф, который выгнал окончательно начальников департаментов, которые еще оставались в советских времен старых специалистов, которые знали, что такое государственное управление экономикой и так далее. В Центральной Банке ситуация держалась чуть-чуть дольше, потому что Герасченко ушел в конце 2002 года. Но когда он ушел, то там тоже пришла либеральная команда и началась чистка. А в результате на сегодня практически весь аппарат выращен в рамках либеральных доктрлий. У нас практически не осталось ни либерального, скажем, экономического образования, ни либерального управленческого образования. Чего уж говорить, если в Академии народного хозяйства и государственной службы чиновников учат на курсах переподготовки, что частное управление предприятиями всегда более эффективно, чем государственное. Объяснить им, что в любом акционерном обществе точно так же управляют наемные менеджеры, как и в государственном предприятии, и в этом смысле вопрос только в том, как установить контроль за эффективностью их деятельности, это за пределами либеральных идей, как показывает опыт, в реальности государственное управление куда более эффективно, чем частное, при условии, если только частное управление не осуществляется непосредственно собственником. Но тогда нужно говорить не о частном управлении, а о предпринимательском управлении. То есть, когда своим бизнесом управляет предприниматель, он очень часто более эффективен, чем государство. Но при этом правда, когда он выходит на следующий уровень, то очень часто выясняется, что он не тянет. То есть, иными словами, у каждого человека имеются свои ограничения. Грубо говоря, кто-то является хорошим командиром полка, но когда его ставят на дивизию, он проваливается. Кто-то отлично руководит дивизией, но не может руководить армией. И так далее. И по этой причине механизм поиска людей, которые могут руководить, он на самом деле очень сложный. И когда речь идет о предпринимателе, то тут, естественно, поиск затруднен. Потому что предприниматели очень часто не готовы отдавать бизнес в чужие руки. Даже может быть более эффективные. Но еще раз повторю. С точки зрения управления государственные предприятия от акционерного общества не отличаются ничем. Потому что и в том, и в другом случае, если организован грамотный контроль со стороны собственников, то в этом случае управление эффективно. А если нет, то значит нет. Ну, отметим, что в 60-е годы 20 века, ну, в конце 50-х, 60-е годы произошла так называемая революция менеджеров. Которая, с одной стороны, показала, что работать должны именно наемные менеджеры. А с другой стороны, она поставила собственников для акционерных общества в зависимости от этих самых наемных менеджеров, которые стали существенно увеличивать свою долю в прибылях. И наоборот, уменьшать долю собственников. Но, впрочем, у государства те же самые проблемы. Потому что любое государственное предприятие норовит увеличить долю собственных расходов и, соответственно, уменьшить ту часть, которую получает государство. В этом смысле никакого отличия нет. Но, в любом случае, на сегодня можно сказать последующее. Вся система государственного управления в России сегодня полностью контролируется либеральной команды. Человек, не получивший либерального образования, в высшей школе экономики, российской экономической школе, в ранг ИГС после прихода туда, в Гайдаровской команде, у него нет никаких шансов на то, чтобы сделать успешную карьеру на госслужбе, если он не является чьим-то родственником какого-то высокопоставленного лица. Тут, впрочем, нужно отметить, что даже если он является родственником, то у него все равно возникают проблемы, потому что модель управления, которая сегодня, она тоже либеральная. И поэтому даже если появится абсолютно гениальный человек, который хочет навести порядок, у него это абсолютно не получится, потому что, ну хотя бы потому, что в рамках этого наведения порядка необходимо все равно взаимодействовать с министерствами, с ведомствами, с правительством, с Центробанком, потому что коммерческие банки не выдают кредиты без санкций Центрального банка. А если вы начинаете вести нелиберальную политику, вы можете быть уверены, что Центральный банк именно вашему предприятию кредиты выдавать запретит на более-менее приличных условиях. Прецедентов имеется масса. И в этой ситуации чрезвычайно тяжело что-то сделать. Ну, собственно говоря, я вот про это уже говорил, почему я не верю в то, что современное правительство может эффективно работать. Дело в том, что в нем есть семь параллельных контуров принятия решений. Это премьер и его секретариат отдельно друг от друга, потому что они самостоятельно могут генерировать решения. Это вбице-премьеры и их секретариаты. И тоже отдельно это руководители аппарата правительства со своим секретариатом и отраслевые департаменты аппарата правительства. Это шесть контуров. И плюс министр со своими министерствами. То есть вот это вот семь параллельных контуров генерации решений, каждый из которых может вносить свои предложения. И согласовать их можно либо только при наличии какого-то внешнего координирующего центра. При советской власти это был ЦК КПСС, а в 90-е и 2000-е годы это был МВФ. А сегодня МВФ нету, ЦК КПСС нету. Единственный инструмент согласования – коррупционный. То есть если есть интерес, то в этом случае все свои решения согласовывают в рамках некоторого раздела и распила бюджетов. Внешних или внутренних. Внутренних, то есть бюджетных денег, внешних, то есть неких заинтересантов, лоббистов. А соответственно, какое-то конструктивное дело сделать абсолютно невозможно, потому что во всеми контрактах находятся люди, которые говорят, а где тут наша доля. С точки зрения государственных интересов это не лезет ни в какие ворота, а с точки зрения либеральной абсолютно естественной. И координируются эти центры тоже внешними силами. Для Соединенных Штатов Америки то, что банкиры наднациональны, это во многом вещь незаметная, потому что большая часть имеют американское гражданство и живут они там где-нибудь в Нью-Йорке или в других местах. То есть, иными словами, они составляют ту часть американской элиты, расширенную, которая на протяжении многих десятилетий посидела там. А у нас ни один из наших людей в эту элиту не входит. Финансово и банковскую. Поэтому для нас это чисто внешний инструмент согласования. То есть, грубо говоря, когда нужно что-то решить, то наши люди едут в Вену, в Лондон, в Тюрих, в Нью-Йорк, в Вашингтон, и там находят кого-то, кто должен выступить лоббистом у транснациональных элит для того, чтобы было дано согласие на то или иное решение. Вот это вот российская ситуация, которая сложилась в конце 90-х, в начале 2000-х годов. Собственно говоря, мой уход с госслужбы, связан был как раз с тем, что в 98-м году противостояние между национальными российскими элитами и вот этими транснациональными внешними достигло пика. И, к сожалению, та команда, за которую я выступал, национальную, она проиграла. Я не буду сейчас влезать в детали и расписывать эти истории, тем более для меня они были достаточно грустными. Но, тем не менее, я считаю, что сейчас пришло время реварша. И, безусловно, нам категорически необходимо вернуть ситуацию назад, как это делают англичане, как это делают Соединенные Штаты Америки. Отметим, что в этом смысле у нас ситуация много лучше, чем, скажем, в Великобритании, которая практически полностью утратила свой промышленный, экономический и вообще геополитический потенциал. Да, Лондон остался мировым финансовым центром, но поскольку речь идет о том, что к власти там приходят элиты, которые не финансовые, и с финансовыми находятся в крайне тяжелых отношениях, то в этом смысле рассчитывать на то, что удастся сохранить Лондон как финансовый центр и использовать его как источник развития для всей страны достаточно наивно. Ну, собственно говоря, мы и видим, что последние два года, как только начался процесс выхода Великобритании в Брекзит, финансовый центр Европы стремительно перемещается в Берлин. То есть не во Франкфурт, как многие думали, не в Париж, как некоторые хотели, а именно в Берлин, потому что именно Берлин становится политическим центром континента. Другое дело, смогут ли банкиры там сохранить свою власть, но это уже выходит за рамки. Значит, в России национальные элиты пытаются взять ситуацию под контроль, но это крайне сложно, потому что для того, чтобы взять ситуацию под контроль, нужно сменить либеральную модель управления. Для того, чтобы сменить либеральную модель управления, нужно подготовить достаточно большое количество кадров, критическую массу. А у нас даже нет институтов, где их можно готовить. Их просто нет. Теоретически вначале должны быть сделаны институты, потом там должно быть подготовлено несколько тысяч человек, Обращаю ваше внимание, кстати, что когда эти люди будут готовиться, их нельзя направлять на практику в министерство, потому что их там немедленно купят в рамках либеральной модели. Кроме того, один человек, как только он попадает в либеральную среду, его начинают стремительно развращать. То есть, иными словами, тут один единственный вариант. Нужно увольнять полностью верхушки либеральные и ставить целиком новую команду, даже если она не готова. Отметим, что, скажем, Трампу в этой ситуации сильно легче. Почему? Потому что в Соединенных Штатах Америки имеется довольно большое количество консервативных штатов. И в этих консервативных штатах имеются свои аппараты, которые и используют Трамп. То есть, он вытаскивает в Вашингтон представителей вот этих вот региональных групп. В нашей стране в 90-е годы сколько-нибудь самостоятельные региональные центры были ликвидированы практически всюду. Может быть, исключение составляет Татарстан. Там реально очень высокое качество аппарата регионального. А вот в других регионах все очень плохо. И по этой причине проблема, как готовить вот этих вот национально ориентированных управленцев, как сделать критическую их массу, чтобы их было как минимум несколько тысяч, как этих людей учить, потому что тут же примерно та же самая картина, что в армии. Нельзя лейтенанта назначать, командовать полком. Какой бы он ни был гениальный, он все провалил. В 9 случаях из 10 или даже в 99 случаях из 100. Его нужно сначала ставить, командовать взводом, потом ротой, потом батальоном и только потом полком. А министерство – это армия, это генерал армии. То есть, иными словами, если готовить людей, ну, словно говоря, я же прошел всю карьерную лестницу в министерстве. Поэтому я могу сказать, я год работал, ну, сначала это был рабочий центр экономических реформ, но фактически это была часть министерства экономики. Я работал год главным специалистом, потом я работал год начальником отдела, потом я работал два года начальником департамента, и только где-то вот к середине четвертого года я понял, что теоретически меня можно назначать заместителем министра, и то мне бы хорошо бы еще полгодика поработать, чтобы разобраться. И это нужно при этом учесть, что это все происходило в условиях достаточно нестабильной ситуации, когда было много легче учиться, потому что, ну, и свободы было больше, и возможностей для проверки. То есть, как бы, всегда можно было проверить это, проверить это. То есть, условно говоря, во время войны командиры растут куда быстрее, потому что у них куда больше опыта. Вот в 90-е годы была такая вот аналог войны. А, соответственно, сегодня, если вы ставите человека, ну, куда? Да, вот мы подготовили людей, они могут быть главспециальными. Через год половина из них могут стать начальниками отдела, а вторая половина смогут стать начальниками отдела только еще через год-полтора. Те, кто стали начальниками отдела, еще через год их можно двигать в замначальники департамента. То есть, мы видим, что 3-4-5 лет как минимум. У Трампа есть кадровый резерв, связанный с тем, что имеется в регионах. А в России на сегодня нету. Что делать, непонятно. Вот откуда взять людей? Потому что брать тех, кто выучен в высшей школе экономики или там Гайдаровским ранхиксом нельзя. Дело даже не в том, что они там враги, предатели и так далее. Нет. У них, они выучены либеральным методом управления. И это очень тяжелая ситуация. Переучивать всегда много сложнее, чем учить. Ну, известная история. Это все инструктора, все тренеры знают, что для того, чтобы научить человека правильного движения, нужно сделать где-то там 200-250 повторений. Любой тренер это знает. А если у вас уже у ученика неправильное движение, то для того, чтобы его переучить, нужно сделать 800 тысяч повторений. То есть, в 4 раза больше. Вот это реальная проблема современной российской власти. Путин с этой точки зрения полный аналог Трампа, частичный аналог Джонсона. То есть, иными словами, человек, который является лидером именно национальной элитной группы. Почему он не может всех, грубо говоря, либералов уволить? По той же причине, по которой это не может сделать Джонсон. По той же причине, по которой это не может сделать Трамп. Это элитная группировка, которая контролирует колоссальное количество рычагов власти. Если бы их можно было уволить всех в один день, ну, грубо говоря, да, сколько у нас там чиновников? Да, 3 миллиона человек. Значит, для того, чтобы их нужно, нужно 2 миллиона человек уволить. Ну, хорошо, миллион должностей сократить. И миллион человек назначить. А их нет у этого миллиона. Вы думаете, у нас... Почему постоянно идет перетасовка, например, экономических кадров? По банальной причине. Потому что по внутренним элитным договоренностям эти должности находятся под контролем либеральной элитной группировки. И либеральная элитная группировка назначает своих людей. А у них там есть какое-то количество лидеров, 20 человек. Вот они их и крутят. Да, уволили у Люкаева с одного места. И вот тут же передвинули на другое. Пытались назначить его из зампреда ЦБ, председателя ЦБ. Это бред полный. Он человек безграмотный. И все, кто с ним знаком, это знают. Но поскольку он статусный человек в либеральной группе, убрать его было невозможно. Только вот так, как его реально убрали. И такая ситуация со всеми. Убрать либеральную группу – это очень долгий и очень тяжелый процесс. Сегодня он происходит во всем мире. Я еще про Китая не рассказал, но про Китая. Там абсолютно аналогичная ситуация. Разница только в том, что там все это очень сильно усложнено внутренними клановыми противостояниями. Там есть своя собственная внутренняя глубоко эшелонированная система разделения. И по этой причине за короткое время не расскажешь. Так вот, в этом смысле мы находимся перед началом чрезвычайно большой чистки в российских элитах. Именно это и вызывает тот ужас у многих, который сейчас ассоциируется со страшным словом «транзит». Вот об этом, об этих вот ужасах мы будем рассказывать 23-го числа. То есть, это когда будет? Через несколько дней. В городе Санкт-Петербурге. На традиционном семинаре, который я провожу 3-4 раза в год. Вот 23-го числа. Это будет, по-моему, это будет суббота. Это, опять-таки, желающие могут на сайте Хазин.ру посмотреть. Там есть вся информация и записаться. Мы будем это делать с Переслегиным, Сергеем Переслегиным, который будет рассказывать о, если так можно говорить, о футуристических аспектах этого процесса. И, соответственно, там я как раз буду говорить об элитах, о проблемах в экономике, которые именно с этими вот элитными связаны, об угрозах, которые при этом возникают для конкретного бизнеса и конкретных лиц. Я, кстати, там не буду обсуждать книжку. Я сразу скажу, воспоминания о будущем в Санкт-Петербурге я обсуждать не буду. Воспоминания о будущем будет обсуждаться с 8 по 14 декабря на Тенерифе. Там будет очень камерное мероприятие, в отличие от семинаров в Санкт-Петербурге, где в прошлый раз было 200 человек. Сколько будет, на этот раз, не знаю. На Тенерифе будет значительно меньше, там, 20, может быть, 25 максимум. Поэтому там, скорее всего, будет интерактивное обсуждение. То есть мы будем обсуждать содержание книги и те следствия, которые из этого содержания выходят для бизнеса, для геополитики. Но в основном, конечно, для бизнеса, прежде всего, для инвестиционного процесса. Вот это вот принципиально важная вещь, которую мы там будем обсуждать. Но, возвращаясь, у нас уже осталось не очень много времени. Значит, что я хочу еще сказать в заключении. Что мы сегодня выходим на процессы очень серьезной элитной трансформации. И Путин как раз возглавляет именно национальную элитную группировку. Можно сколько угодно вспоминать, что он делал в Санкт-Петербурге. Объяснять, что его двигали Чубайси еще кто-то. Это не играет никакой роли. Почему? Потому что объективные процессы сложились так, что если он хочет сохраниться и получить гарантии своего будущего, он должен выступать как лидер именно национальной группировки. С этим ничего нельзя сделать. Это объективное развитие ситуации. Точно так же Трамп сделал свои миллиарды в рамках либеральной экономики. Трамп вырос в рамках либеральной модели. Он еще застал эпоху Никсона, но совсем молодым. И тем не менее он стал лидером именно национальной элитной группы. Политическим лидером. Это не просто так. Это, еще раз повторю, объективное развитие ситуации. Именно так объективно Путина толкают в ситуацию, в которую он должен отражать национальные интересы. На этом наше время истекло. У микрофона будет Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.